Яблоня На второй-третий год она уже начала давать плоды Сейчас дает плоды Отличие корня собственной яблони от яблони на диком подвое Состоит в том, что плоды более качественные, чем у тех яблонь, которые идут из питомника То есть перестает сказываться влияние подвое А подвое это все-таки дичка, дикая, передает свойства своей дикие на плоды Плоды становятся крупнее, вкуснее и яблоня становятся чисто сортовые С питомника такой яблони не возьмешь Питомники такой работой не занимаются Потому что это трудоемко, потому что это требует индивидуальной работы Потому что много корней собственных яблонь не получишь Каждый год я прикапываю в ветви И каждый год по 3-4 саженца я имею Куда-то передаю, куда-то пересадить Дальше растет у меня еще вторая коричневая полосатая Ну вот, давайте попробуем, посмотрим, укоренилась или нет ветви Значит, я ее прикапывал прошлой весной Прошлый где-то июнь-июль месяц Ну попробуем Конечно, это варварство Так, делать нельзя Скорее всего, я погублю Но ради силу Попробуем, сделаем Так, вот что мы имеем Значит, вот она растет Эта ветвь Проросла Ну, год То есть июнь-июль прошлого года я прикапывал Причем прикапывать можно в любое время И май, и сентябрь, и октябрь, и июль, и август Вот, вот что мы имеем Я думаю, комментариев никаких не надо И вот она, веточка прикопана А на ней яблочко И вот это яблочко Тоже, когда я откопаю, куда-то перенесу Тогда, когда мы берем саженец из питомника Тогда, когда мы берем саженец из питомника То ждем 4, 5, 7 лет Когда мы получим яблоко А тогда, когда мы берем корни собственные Прикопанный кустик И садим его То начинаем получать урожай на второй, на третий год гарантированно Вступление в плодоношение в 2-3 раза быстрее идет Прикопанный кустик